Между прошлым роликом и этим прошло секунд 15, наверное. А для вас, наверное, очень много. Я даже уже снял с себя микрофон, потому что он мне сейчас не нужен. Мне нужно, чтобы штатив не наматывался на камеру. Мне нужно вам показать следующее. Я сейчас буду делать вот эту лестницу. А, я её уже снял точно. Выпал первый снег. Да. И там уже достаточно холодно, поэтому мне пришлось залить в люк и отключить воду в доме. И спустить её. Чтобы, если тут всё-таки будет минус, трубы не лопнули. А люк, кстати, доходится вон там. Под землёй. Я немножко отвлекусь от строительства второго этажа и займусь, как же здесь темно, займусь утеплением первого. Потому что надо подводить дом к зиме. Ненавижу эти строительные фразы. Подводить дом к зимовке. Фух. Но, тем не менее, нужно, чтобы дом выстоял холода. И для этого придётся утеплить ещё и первый этаж. И первое, с чего я хочу начать, это вот эта стена. Ну, сами понимаете, чтобы её утеплить, надо разобрать лестницу. Да, её можно не разбирать, утеплить прям так. Но плёночку-то как постелить, если тут лестница? Никак. Можно, конечно, постелить и сверху, и снизу. Но тогда будет щель без плёнки. А это вообще нехорошо. Так не надо делать. Поэтому я буду сейчас разбирать в эту лестницу. Утеплять стену, заплёнивать её. Заодно вон ту стену утеплять и заплёнивать. Ну и затем спроектирую и сделаю новую лестницу. Уже ту, которая будет стоять здесь в итоге. Ну всё, лестницу я разобрал. Вот. Её больше нет. И теперь мне пора собираться на работу. Я, правда, не успел вот тут чуть-чуть доделать. Ну, в смысле, снять. Открутить всё это барахло. Да, я пока это разбирал, это... Ну, я устал. Матерился тут очень сильно, пока откручивал все вот эти маленькие досточки. Их очень много. Саморезы в них сломаны, у некоторых резьба сорвана. Плохо, короче. И, в принципе, я могу начинать утеплять вот эту стену. Утеплю её, заплёню её. И вот там заплёню. И можно... А, ещё вот здесь надо заплёнить какое-то количество. И потом можно будет делать балясины. Не балясины, тетивы. Вот. Для лестницы. Ну и вообще надо спроектировать эту лестницу. Она что-то будет у меня не просто прямая, она будет такая закрученная. Вжух, туда вбок. Всё, я пошёл на работу. Зима. Крестьяне торжествуют. И замерзают насмерть. Сегодня суббота. И я сейчас буду утеплять вот это пространство. Вот оно какое большое. Его надо будет утеплить. Я уже себе подготовил рабочее место. Вот у меня лежит весь утеплитель. Вот он. Сотка. Пятидесятка. И мы идём к моему рабочему месту. Вот оно. Здесь я буду нарезать всё. Вот так вот. Здесь у меня лежит уже пятидесятка. И потом я иду вот сюда. И закладываю всё это здесь. Для тех, кто не в курсе, у нас здесь по наружке идёт слой пятидесятки. Вот он уже стоит. Дальше я кладу ещё одну пятидесятку вот так вот. Потому что у нас здесь распорки укосены толщиной пятьдесят. И плюс ещё вон там сверху тоже. Так называемая линия хедера. Ну а на второй этаж у меня доступ есть. Вот такой. В виде этой маленькой лесенки. Которую я могу подняться. Вот так вот быстренько. И включить маленькую колоночку с музыкой. Я доделал пятидесятку слой. А ты вот тут постой. И теперь мне надо отдохнуть. Потому что эта штука очень сильно давит на голову. Прям прессует череп. Не очень прикольно. Пятидесяткой утеплять немного сложнее, чем соткой. Потому что пятидесятка вкладывается во все вот эти вот места с изломами, изгибами и углами. А вот соткой такого уже не будет. Сотку просто придётся подрезать в некоторых местах, где будет почти что доходить до конца. Поэтому сейчас соткой быстренько утеплю. Это будет попроще. И можно будет заплёнивать. Фу, башка вообще прям сдавливается. И лицо жмёт. Пипец. Ну, в принципе, я отдохнул. Можно продолжать. Всё. Стенку эту я утеплил. Теперь я буду её плёнить. По-хорошему мне, конечно, надо ещё утеплить вон ту стенку. Противоположную. Но она очень-очень-очень-очень длинная. Она идёт аж далеко-далеко туда. Ну, и для того, чтобы её утеплить, тут надо разобрать очень много-много-много-много досок. Я устал. Я устал. Но надо работать. Наступил следующий день. Да, я спроектировал лестницу. Вот у нас проём под неё, который я утеплил вчера. И заплёнил с одной стороны. Вот там ещё не заплёнил. А вот здесь пока и не буду. Вот там у нас подъём. То есть лестница будет идти вот так. Сейчас я покажу, какую я её придумал. Вот она. Вот моя спроектированная лестница. Спроектировал я её в скетчапе. Вот она. Вот ко мне в гости ещё зашёл Куплинов. Вот она будет спускаться сверху вниз с небольшим заворотом. То есть забежная. И выходить она будет вот отсюда. Вот так мы тут забегаем. И потом наверх. Вот и всё. Я над этой лестницей долго думал. Целый вечер. У нас же есть несколько видов изготовления лестницы. Ну и она у меня, во-первых, деревянная. То есть я делаю своими руками. Вот как можно было её сделать. Можно сделать с помощью косаура. Либо же с помощью тетивы. Тетива – это когда вы делаете выпилы, в которые вставляются затем ступеньки. А косаура – это когда вы просто выпиливаете места для ступенек и ставите их туда, прям поверх. В общем, для изготовления косаура мне бы пришлось очень много пилить, сами, как понимаете. Да, и мне это дело не нравится, потому что пилить бы мне пришлось мало того, что много, так ещё и очень точно. А инструментов у меня не так много таких точных. Для тетивы так ещё хлеще. Тут понадобился бы вообще фрезер, чтобы делать вот эти вот пропилы. Извиняюсь. Работа не отпускает меня ни на секунду. Ну что ж поделаешь. Зато я получил неплохую денежку с работы, которую я всю сегодня потратил на материалы. Я ступеньки купил для лестницы. Да, не буду же я их сам выпиливать. Это долго, и к тому же мне бы, опять же, понадобился новый инструмент. Ну, сейчас скажу, какой он называется. Ну, вообще, это циркулярная пила. А, торцовка, вот, торцовка точно. Это такая, знаете, махина, которая ровно выпиливает торцы. Либо под углом. Ну вот, она дорогая, денег у меня на неё нет. Гораздо проще мне, тому, кому инструмент этот в дальнейшем не факт, что и пригодится, просто купить готовые ступеньки. Я так и сделал. Я купил ступеньки на первую половину этой лестницы. То есть, вот сюда. Сегодня я хочу попытаться успеть, если мне хватит времени и сил, изготовить вот эту часть лестницы. Да, то есть, сверху и до излома первого. И я как решил. Вообще, лестницы бывают же всякие разные красивые. Сейчас, сейчас, сейчас. А, ну, это у меня, опять же, виды впилов на всякий случай. Вот, всякие сложные, разные, интересные, кривые, непонятные. Так вот, лестницы же бывают красивые такие, у которых не видно никаких соединений. Кажется, что это прям монолитная деревянная лестница. Ну, мне такая не нужна. Понятное дело, что я хочу красивую лестницу, а не какую-то там корявую, со всякими сучками, со всякими непонятными видными саморезами, крепежами и прочим. Но я так делать не буду. Я сделал ее такой, чтобы на ней практически не надо было убираться. То есть, чтобы она вообще не засорялась. Значит так, на этом рисунке можно увидеть, что у меня есть подступенки. То есть, здесь нет пустого пространства под ступеньками. Оно закрытое. Это для того, чтобы туда не летела грязь. Да и вообще, никакие щели тут не забивались, потому что щелей тут, по сути, и нет. Если какая-то пыль будет оседать, она будет оседать на открытых поверхностях, которые можно просто быстренько смахнуть. Максимально чисто, просто и уборки почти никакой. Вы можете наблюдать вот эту досочку, которая проходит по краю лестницы. Она у меня будет в дальнейшем прятаться под финишную отделку стен. И я хочу оставить маленький зазор между стеной и вот этой вот как раз досочкой. Ну, где-то сантиметра 4, наверное, пока еще не знаю. В котором можно будет пустить подсветку лестницы. Ну, чтобы она освещалась в темноте, когда поздно ночью ты бежишь в туалет или пожрать к холодильнику. Больше ничего. То есть, она максимально открытая. Ничего такого, куда бы забилась пыль, здесь просто нет. Сначала я думал, что надо заказать где-то вот такие ступенечки сложные. Но, естественно, в доступной продаже такого нет. И я думал купить мебельные щиты, но они толщиной оказались всего 18 мм. Тогда как сами ступеньки, которые я купил, они 40 мм. 4 см. Достаточно толстые, что, впрочем, и нужно. Мебельные щиты только 18 мм я нашел. Но они все равно даже по размеру меньше, чем нужно. Потому что у меня ступеньки тут достаточно большие по площади. И вот, что я придумал. Я возьму и, во-первых, сделаю небольшой такой каркасец-скелет под каждый из этих ступенек, чтобы она не прогибалась. А саму ступеньку я сделаю из толстой фанеры, которая у меня осталась с пола. То есть, у меня еще там достаточно крупный лист остался. И я его пущу как раз на вот эти вот три ступеньки многоугольных. Но они же будут смотреться по-разному, будут отличаться от этих ступеней, скажете вы. Ну или не скажете, может, вам вообще пофигу. Но мне нет. И вот, что я вам скажу. Да, они будут, конечно, отличаться, но это будет пока что черновая версия финальной версии лестницы. Она будет выглядеть так, когда я закончу. Но, когда мы этот дом будем уже подводить к финишной отделке, делать его максимально красивым изнутри, а не вот эти вот голые стены утепленные. И после начнем делать уже полы, я эту лестницу заламинирую. То есть, она будет покрыта ламинатом вся. И она будет красивая. Все будет выглядеть одинаково, однородно. Не будет такого, что вот эти ступеньки из фанеры, а вот эти из готовых ступеней деревянных. Нет, такого не будет. В общем, мне сейчас надо по-хорошему... Хотя, нафига мне это заплёнивать? Не надо. Можно уже начать сразу лестницу делать. Первую направляющую я сделал. На самом деле, башку сломаешь, пока поймёшь, как там сделать выпилы вот под всю конструкцию, которая там имеется. Я сломал башку. Теперь мне нужно как-то расчертить ступенечки. Я сейчас буду делать шаблон для них. В создании лестницы важна точность. Нужно всё делать с точностью до одного миллиметра. Я сделал вот такой вот шаблончик для ступенек, чтобы разметить их по-быстренькому. И, собственно, разметил их все. Конечно, подобрать угол, вообще размер и всё остальное было сложно. Я сделал это не быстро. Минут за 20. Но теперь каждая ступенечка одинаковая. И они идеально ровно все стоят. Ну и, естественно, я подобрал всё это дело по уровню. У меня там лазерный уровень сверху стоит. Я от него всё отмерял. Высоту, горизонт, всё такое. И получилось всё ровненько. Можно... О, чёрт! Уронил. Я хотел сказать, что можно было бы сделать горочку и с нею кататься потом сверху. Было бы весело. Ещё я быстренько придумал способ, как отпиливать идеально ровную линию без торцовки. Я для этого приобрёл всего лишь две струбцины. Берём, закручиваем ровную какую-нибудь железяку по типу уровня. Закручиваем её на расстоянии, равном лезвию. Вот. И просто пилим по ней. Как по линейке. Вообще, для этого используется провило. Но провило дорогое, а струбцины дешёвые. Вот и всё. В общем, дела такие. Я уже намертво закрепил вот эту вот сторону. Вот эту пока временно. Потому что я выяснил, что вот здесь вот расстояние между ступеньками... Не ступеньками, а этими... Ну, короче, вот этими штуками. 97 сантиметров. А вот там сверху 94. Это очень плохо. Расстояние должно быть одинаковое, чтобы лестница была ровной. И мне придётся вот там вот 94 оставить. А здесь придётся вот это вот вытягивать на аж целых 3 сантиметра сюда, чтобы было всё ровненько. Ёпара с этой. Я пока что что сделал. Я взял свой шаблон. Вот он, замечательный шаблон. И у меня вот по этой стороне уже были прагнаны ступенечки. Вот они расчерчены. А по этой стороне нет. Так вот я взял. Вроде там всё выровнял. Первую ступеньку верхнюю уже поставил. По ней уровень примерно тоже выставил. Ну, как примерно, точно. Максимально точно вплоть до миллиметра. Я выставил уровень. И расчертил остальные ступенечки. Расчертил. Да, остальные ступенечки. Конечно, уровень, блин. Ну, не уровень, а шаблон вот этот вот. Он, мне так кажется, не совсем прям точный. Потому что вот если вот так вот смотреть на обе досочки, то одна чуть-чуть повыше, чем другая. Там, не знаю, на полмиллиметра, может, чуть меньше. Но всё-таки видно. И вот сейчас момент истины. Если уровень последней ступеньки, высота, сойдётся вот с этой стороны по лазеру, значит, всё офигенно. Если нет, то всё плохо и криво. Сейчас мы это выясним. Сейчас я возьму лазер. Вот он. Он у меня уже на штативе, потому что он у меня целый день сегодня на штативе. Я его сейчас включу. Вот. Значит, я его включаю. Он мигает. Вам видно, не видно? Вот он. И мне надо, чтобы он сошёлся. Вот здесь. Вот эта линия встала сюда. А вот эта, соответственно, встала сюда. Сейчас мы будем это делать. Давайте все дружно помолимся. Так. Он в уровне? В уровне. Не мигает. Теперь я беру и за вот эту штучечку медленно опускаю его. А мы смотрим. Сойдётся или нет? Можно опускать даже побыстрее, наверное. Давай. Уже почти, почти встал. Так, ещё чуть-чуть. И смотрим сюда. Здесь, ну, чуть повыше поднять. Вот так. Вот так вот оно в уровень. А с другой... Это мать твою! Да! Да! Я мастер. Вы посмотрите, оно сошлось. Не, ну я крут. С первого раза в уровень все ступеньки. Чёрт. В общем, я на сегодня, пожалуй, всё. Видео, конечно, на этом не закончится. Я просто пойду спать, а вы меня выведите прямо сейчас скоро. Но сегодня я успел сделать одну ступеньку. Да. Я закрепил намертво вот эту направляющую. И сделал вот эту ступеньку. Она идеально ровная. И так. И вот так. И перпендикулярно тут, и тут. И вообще всё замечательно, прекрасно, супер-мега ровно. Что насчёт этой направляющей? Я её пока не закрепил. Я её повесил вот здесь вот на такой мини-балкончик. Чтобы она висела в уровень вот с этой. И я не ступеньку прикрутил к ней. И я её прикрутил к ступеньке. Чтобы она держалась в нужном уровне. Потому что, сами понимаете, у меня тут из-за того, что эта стеночка идёт немножко криво. Относительно вот этой. Мне придётся тут делать проставаши. И затем насквозь прикручивать. Ну, я это сделаю потом. А насчёт креплений ступенек. Ну, помните, я говорил, что можно сделать впилы, выпилы и т.д. и т.п. И на это нужны другие инструменты, которых у меня нет. Это ещё и долго всё это пилить. Я сделал вот так. Я закрепил всё это дело на уголки. Много саморезов, хорошие уголки. Надёжно, супер-мегавалки. Ну, может кто-то скажет, что, типа, когда ты поднесёшь телек на второй этаж, лестница не выдержит. Выдержит. Ещё как. Я надеюсь. Но если что, я смогу ещё усилить, сделав ещё одну направляющую посередине. В этом нет никаких проблем. Пока что всё, я пошёл спать. Увидимся через несколько секунд. А вы знаете, кто там внутри тусуется? Пока на улице вот это вот дверьмо. Там. Я. Я сделал девять ступенек. И один подступёнок. Я таки сделал одну угловую ступеньку. Вот она. Но я её буду переделывать. Потому что, когда ты по ней спускаешься вниз и смотришь на неё, то она выглядит максимально несуразно. Поэтому я решил перепроектировать вот эту нижнюю часть. И сделаю немного по-другому. Чуть позже увидите как. Прошёл целый месяц. Сегодня 30 декабря. И за это время я не делал лестницу. Да. Вообще не делал. Потому что была целая куча работы. Вот реально дофига. Я работал примерно до 8 вечера на работе. Каждый день. Да. И плюс ещё вы уже, наверное, видели ролик, как я мотался в Питер на региональный чемпионат, который был там. Поэтому времени на лестнице у меня не было вообще. Вот я как закончил 5 декабря утеплять там стены внизу, я заодно решил ещё и ту стену утеплить соседнюю. Чумбы нет. Раз уж начал утеплять, решил уж и продолжить побольше. Вот как утеплил, всё. На следующий день работа, 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 работа. Много работы. Очень много работы. Но ничего страшного. У меня ещё есть время, чтобы закончить лестницу к Новому году. Красиво, да, на улице? Снег, все дела. Сегодня 31 декабря. Я не успел доделать второй этаж дома, как планировал. Я не то, что его не успел доделать, я даже лестницу не успел доделать. Чёрт возьми. Ни денег, ни времени, ни черта нет. Ну да ладно. Чё ж делать. Это мы уже не успели. Фиг с ним. Будем продолжать делать дальше. Я столкнулся вот с такой проблемой. У меня вот здесь пятиугольная ступенька. Причём прямой угол только один, вот этот. Её очень сложно вычертить. А сделать это надо с первого раза, не потеряв ни в одном угле, ни по градусу. И нигде, ну, больше, чем один миллиметр лучше не терять. Ладно, один потерять, но больше не надо. И вот я уже пытался начертить всё это дело вот здесь. У меня не получилось. Потерял всё-таки и углы, и длины. Попробовал с помощью полиэтилена. Но это, конечно, дикий колхоз. Потому что он мнётся весь, это не катит. Сейчас я хочу попробовать сделать с помощью картона. Вот у меня коробка от велика. Я попробую сделать из картона прямо на лестнице шаблон. Ну, возможно, придётся немножко склеить. Хотя, думаю, тут хватит. Размеры коробки. Коробка большая достаточно. Под ступеньку подойдёт. Ну, и потом переложить этот шаблон на лист фанеры и вычертить его тут и выпилить. Господи, я надеюсь, у меня получится с первого раза. Потому что, если не получится, это будет вообще катастрофа. Вообще катастрофа. Ну, пробуем. Я сделал ступеньку пятиугольную из коробки. Её хватило нормально. Вот здесь немножко чуть-чуть с запасом, чтобы уж потом, когда я приложу сюда фанеру, прямо отпилить как надо. Сейчас буду пробовать перекладывать её вот сюда, чертить, пилить, и потом мы посмотрим, что из этого выйдет. она вырезана и приложена по месту. Вот она. Пятиугольная ступенька. Да, она у меня получилась всё-таки с первого раза. Достаточно ровно. То есть, вот этот край я вообще под конец только выпиливал. Вон, вон, прям. Идеально ровненький. Ну, впрочем, как и везде в остальных местах. Я же мастер. Ну, пока ещё не достаточно крутой, потому что у меня вот здесь есть небольшой зазорчик. Ну, маленький совсем. И вот здесь небольшой зазорчик. Ну, это всё не страшно, потому что финишная отделка всё это закроет и будет всё красиво и прекрасно. Ну, главное, чтобы я с финишной отделкой не запортачил. Тогда всё будет идеально. Ну, а для первого такого результата такой кривой ступеньки, имеется в виду кривая, что она пятиугольная, а не реально кривая получилась. Так-то она получилась ровная. Я считаю, получилось очень даже хорошо. я её сейчас прикручу и буду делать следующую, вот эту. Она уже меньше, она проще. Вот это было самое сложное вообще. Вот это-то было вообще лёгкое. Тут, считай, отмерил там, тут, тут, тут отпилил, всё готово. Сейчас сделаю вот эту и буду доделать потом финишные вот эти вот части совсем чуть-чуть, но они такие же, как вон те ступеньки. А, ещё надо доделать здесь под ступёнки все. Они вон у меня лежат. Несколько штучек, а ещё вон там. А, и оставшиеся ступеньки тоже сюда. и всё. И лесенка готова. Интересно, успею я сделать сегодня это? До Нового Года. Сейчас 4 часа. 31 число, 4 часа дня. Ну, уже почти вечером, потому что на улице уже темно. Всё. Я устал. Капец, как я устал. Уже почти 6 часов. И я доделал эти две ступеньки. Вот первая, вторая. Классно. Но я так подумал, что не буду я делать вот эту оставшуюся одну или две. тут, скорее всего, одна будет ступень. Потому что тут всё равно пол будет ещё в этом подниматься на 20 сантиметров аж на целых. Тут слой утепления будет, потом черновой пол, потом чистый пол. Всё очень много. Я думаю, последнюю ступеньку я сделаю только вот, когда этот пол будет доделан, чтобы уж прям на него устанавливать эту ступеньку самую нижнюю. Поэтому сейчас я не вижу смысла просто её делать. Ну и под ступенки вот там везде я доделаю наверное уже завтра и послезавтра. Потому что уже Новый год и я устал, у меня сил нет. Хочу лечь в кроватку и спать просто. Да. Ну и видео я явно не сегодня буду монтировать, поэтому всех уже с наступившим Новым годом. Надеюсь, вы его классно отпраздновали. Сегодня 1 января 2021 года и я доделал лестницу. Кроме последних двух ступенек. Ну я уже говорил, что я их сделаю, когда пол будет здесь. Потому что сейчас бессмысленно их делать. Потому что под ступеньками потом делать пол такой себе. Я же чуть не забыл рассказать, почему я переделывал последние ступеньки. Ну по крайней мере переделывал вот эту верхнюю одну из последних, а остальные просто перепроектировал и потом уже сделал такими как надо. У меня изначально вот здесь вот угол был. Он был без вот этого расстояния. То есть был прямо вот такой вот уходящий туда. Ну а когда ты сверху спускаешься, смотришь на это, выглядит это ужасно. Да и ногу здесь ставить меньше пространства. Ну представьте, вот такая ступенька. Ты ногу максимум можешь поставить только вот здесь, наверное. Ну я решил тут по 20 сантиметров на каждой ступеньке добавить. Тем самым у меня получилось вот такое вот пространство. Кстати, очень интересное пространство. Сюда можно будет потом какой-нибудь кипарис воткнуть. Будет красиво. Ну единственное, надо будет вот эту стену еще оформить. Тоже поинтересному. Я уже придумал как, но я об этом не расскажу. Будет здорово. Да, и вот из-за того, что тут был такой вот угол несуразный, оно и выглядело не очень, и по функционалу тоже было не очень, я решил это дело немножечко изменить, чтобы было наиболее комфортно. Как же долго я делал эту лестницу. А в следующий раз я буду делать чердачную лестницу. Сколько можно? Вот здесь она будет. Дырка есть, осталось ее только поставить. Вообще, я ее уже купил. У меня на эту лестницу ушла вся моя месячная зарплата. 15 тысяч лестница стоит. Сейчас покажу. Вот она стоит. Ждет своего часа, пока ее поставлю. Но это уже будет в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok